Друзья, ну сколько можно повторять? Лайкай первые 100 комментариев, черканите что-нибудь. Друзья, недавно подписчик прислал вот такой вот скрин и подписал за гибрид лик. Просто Криштиану Роналду и Мбапе. И я, собственно, последовал примеру этого подписчика и собрал все лучшие паки, которые возможны. Гибрид лик, нации, нации лик и все-все-все. Также нафармил титульники, в общем, очень много крутых пакцов. И на удачу поставил португальский язык. Не знаю, насколько сильно он мне поможет. Ну и давайте разогревочные 4600 фифа-поинтов. Также у меня на бэнк-аккаунте, как видите, лям-100. Я думаю, что вы примерно догадываетесь, на кого я коплю. Это будет либо Криштиану Роналду, либо Мбапе. Пока не решил. А если же я не смогу накопить ни на Криштиану, ни на Мбапе, скорее всего, я куплю себе Леонида Мессевича. Друзья, перед тем, как мы продолжим, хотелось бы вам напомнить о своих спонсорах. Это мои надежные друзья из компании OneX. В Лиге Чемпионов 28 числа будет крутецкая заруба. Пассажир будет играть против Манчестер Сити. И на кого бы сделать ставочку? Я бы ставил, наверное, на пассажир. Все-таки хочется, чтобы клуб Леонида Месси начал прогрессировать. Вы свою ставочку можете делать по закрепленному комментарию. А если используете мой промокод, то еще получите бонус до 25 тысяч на свой первый депозит. Так что бегите по закрепленному комментарию или же просто используйте мой QR-код. Вы знаете, я все-таки язык поменяю обратно. То из-за того, что непонятные позиции, как-то теряюсь я. Кстати, кто им знает, что вот эта звездочка обозначает над карточкой Тони? Он единственное, у кого эта звездочка сверху на карточке. Я вот все ломаю голову. Что это значит? Так, пацаны, я решил немножко пощелкать через браузер. Может быть, здесь больше повезет? О, Марсиаль. Вот это неплохо. Плюс 15 тысяч. Так, друзья, шутки кончились. Переходим к самым мощным пакам. Вы посмотрите, сколько крутецких паков здесь. Ё-моё. Как минимум хочу налутать, опять же, тысяч так, 500. Начинаем с самого херового пака, как мне кажется. Тут 6 редких. Волкаута, к сожалению, нет. Датчанин. Опорник. Ага, такой себе. Смотрим, что здесь. Волкаута, опять же, нет. Португалия. ПЗ. Я думал, что это канцело. Это переро, 84. 18 редких предметов. Давайте. Вот здесь волкаут должен быть. О, волкаут! Кто это? Кто это? Суарес! Вот так вот сборная Уругвая продолжает меня преследовать. Ну, скажем откровенно, могло быть и лучше, да? Сколько он стоит? Бля, 9 тысяч. 9 тысяч Суарес. А что здесь? Радовался. Да. Вот так вот. FIFA вышла. Я уже зажрался. Не радуюсь игрокам с рейтингом 88. Так, ладно, хорошо. Не расстраиваемся. 88 рейтинг. Так, можно будет куда-нибудь в СБЧ ближайшее запихнуть. Так, что у нас дальше здесь? Такой же пак. Мега набор. 30 предметов. 82 плюс. Давайте, друзья. Нужен еще один волкаут. Нужен еще один волкаут! Кто это? Кто это? Блядь! Да что такое? Ну, какие говнорю? Так. Вот это два пака по 50 тысяч. А вот это вот паки по 35, если я не ошибаюсь. Давайте. Скрываем. 83 минимум. Плюс. 83 плюс. Открываем. Блин, тут уже без волкаута. Блин, ну вот Вернер. Был бы Вернер. Было бы круто. А это всего лишь Полланд. О, Хаверц. Может что-то стоить. Да, девятку стоит. Хорошо, неплохо. Редкий мега набор. Очередной редкий мега набор. Смотрим, волкаут будет. Опять. Опять этот ебучий Фоллан. Как ты меня заебал. Ой, ребята. Все, остались два пака самых жирных по 50 тысяч. И здесь давайте я буду по одному игроку чекать. Засейвлю себе интригу, так скажем. Давайте смотреть. За А. О, за А это хорошо. А, это все дубликаты были. Ну, за А это неплохо уже. Смотрим дальше. Трехо. Опа. Святой Джуст. Тоже стоит денег. Бентакур. Моралиш. И последняя карта. Витцель. Ёп твою мать. Какой кал. Ну, окей. Все, последний пак остался. Так быстро пакетики улетают. Последний пак, ребята. Последний пак. Так, давайте по чуть-чуть смотреть. Кто это может быть? Это может быть и Борогимыч. Ёп твою мать. Но это вьюп в стену. То есть вы понимаете, как вообще все сложилось? Я сначала открывал самые худшие паки. И в самых худших паках мне упали игроки лучше, чем в последующих, казалось бы, лучших паках. Ну и на скорую руку я настругал тут 6 паков. Спасибо, пандос. Я уже до этого открывал штучек так 10, наверное, и поймал в себе одного хумельса. Но я думаю, что я ближе к какому-нибудь промо сделаю отдельное видео. Это снова Люрис. Как ты меня заебал. Он второй раз мне уже выскакивает. Сейчас даже этот хайрейт особо девать некуда, потому что нет никаких СБЧ. Поэтому радости никакой нет ни от каких волкаутов. Волкаут! И это, блядь, Диас! Ну какого хрена повторяются столько волкаутов? Португалийс из АПЛ. Ну другого дайте мне. Хотя бы канцело. Ну и по итогу у меня получается лям 300 на аккаунте. И в принципе, если я продам некоторых игроков своего состава и напродам всяких челов, я смогу купить себе Криштиана Роналда и Лимбаппе. Но другой вопрос, стоит ли это того, если я могу купить Месси и как-то скрестить вот АПЛочку с Лигой 1. Я не знаю, как сейчас поступить, ребята. Купить просто мастхэв игрока или такого, который около мастхэв и скрестить. Не знаю, в общем, выслушаю ваши советы. Напишите в комментариях, как вам этот видосик. В принципе, уловом я частично довольный, хотя бы прям что-нибудь вау, но и так, в принципе, неплохо насобирал. Вот смотришь на карту Криштиану, пейс вроде не такой уж крутой, 87, если сравнивать с тем же Мбаппе. Но Криштиана будет линкануть легче. Если я беру Мбаппе, я должен буду купить Виналду, мы обязательно, и Хакими. И, ой, не знаю, сложный выбор мне предстоит, ребята, поэтому без вашей помощи я не обойдусь. Ну или, опять же, я умаюсь взять и как-то там скрестить все это дело. В общем-то, почитаю ваши комментарии, пишите что-нибудь там, лайкусик поставьте, комментарий там, все дела. Я на классный комментарий ставлю свои лайки, как вы знаете. Ну и, собственно, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Пандос Фиксович, и всем хорошего настроения. Чао, какао. Так, друзья, формально видос уже закончен, но для тех, кто остался, покажу вам еще несколько паков, которые я решил вскрыть, собрал еще десяточку, и все-таки добился хорошего дропа из пака спаси Пандос. Это Дембеле, который идеально вписывается мне в основу. И сейчас я уже начинаю думать о том, чтобы все-таки купить Мбапе, а не Криштиану Роналду или Месси, потому что Мбапе можно классно линкануть с Дембеле. А что вы думаете? Пишите в комментариях.